всем привет и добро пожаловать снова на мой канал я вас всех поздравляю с выходными я надеюсь что вы их проводите замечательно тем более рождество совсем скоро вот-вот уже надеюсь вы все успели сделать я для вас подготовил новый выпуск который как вы знаете нужно смотреть от начала до конца чтобы ничего не пропустить интересного и конечно же для youtube и для алгоритмов даже не столько для меня но мне тоже это приятно не забудьте поставить лайк подписаться на этот канал и конечно же комментируйте процессе всегда есть что сказать если у вас есть возможность оформить спонсорскую подписку на этот канал я вам буду очень благодарен большое спасибо всем спонсорам этого канала за то что вы делаете я этого никогда не забуду война ему верни дякую но теперь врываемся в новости всем желаю приятного просмотра погнали лайма лайку ли надела немного шума или много не знаю в недавнем интервью она рассказала что после того как развалился советский союз 99 9 жителей прибалтийских стран были за то чтобы жить по западным образцам и вот что она говорила мы музыканты любили сразу все что западное мы пели английские песни делая к ним латышские тексты все думали что это латышские песни а это была американская музыка вот так мы выкручивались но и самое главное вайку ли сказала что раймонд пауз он не создавал оригинальную музыку он все так сказать списал западных хитов пользуясь тем что в ссср мало кто имел доступ к иностранным радиостанциям проще говоря плагиат раймонд пауз прокомментировал данные заявления лайма вайку ли он сказал что лайма последнее время по его словам все время что-то непонятное несет и вот его короткий комментарий цитирую вы знаете я вообще серьезно к ней не отношусь поэтому пусть она говорит что хочет я не думаю что лайма вайку ли хотела каким-то образом обесценит труд талант раймонда пауза я думаю что это вырваны слова из контекста который как обычно преподнесли совсем по-другому слушайте мы уже неоднократно обсуждали эту тему касательно не плагиат не украли вдохновились все друг у друга что-то берут 7 нот в конце концов поэтому я в принципе не удивлюсь если так и было ничего страшного в этом криминального нет посмотрите сегодня что происходит сегодня вообще музыки никакой нет одни биты похожие друг на друга и вообще такой песен как будто играет одна и та же мелодия это мелодия это сложно назвать но в общем лайма вайку ли раймонд пауз немножечко так скажем повздорили пишите свои комментарии мы продолжаем телеведущий андрей ковальский показал фотографии его полностью разрушенные квартиры в результате ночной атаки дронами киева 21 декабря до это вот было буквально недавно к сожалению это продолжается увы его квартире в результате падения произошел пожар его удалось потушить но все остальное жилище от окон до телевизора все разбито в общем на я как раз недалеко находился от того места тот момент когда это к сожалению пахнуло неожиданно но в общем ребят берегите себя пожалуйста как вы видите его конечно у нас молодцы но все равно не находитесь дома особенно если вы живете на высоких этажах хотя вы знаете никогда не известно куда прилетит поэтому конечно лучше чтоб никуда не прилетала но пожалуйста будьте аккуратны алена блин тут недавно закатила вечеринку в честь своего дня рождения но я бы не стала не говорить если бы ни одно но на этой вечеринке было очень много известных людей например кирилл турецченко там развлекал аня лорак была со своим йога бистом но принципе ничего нового они же подруги лучше соленой блин на что я обратил внимание когда вот показывались вот эти видео какие-то которые попали в интернет где они лорак со своим йога бистом сидит я уловил такой момент может быть я конечно придумываю но вот такое ощущение что у него какой-то безразличный взгляд вот видно что она прям на нем повисла не мы не знаю там прям души не чает влюблена а он что-то не очень но по крайней мере мне так показалось на этих видео как-то он отстранён на был холодный может быть он такой конечно сам по себе человек но в общем я не удивлюсь если он тоже и облапошит и потом куда-нибудь исчезнет а еще одна интересная гость а там было понимание лорака кирилла турецченко еще там было анна седокова вот она тоже пришла шубку подарил аленушки блин тоже лучшие подружки но и на тлеяшинова само собой там было но и много-много других гостей и программы и не только в общем как вы видите алена блин стала большой звездой теперь она устраивает дни рождения к ней все приходят на поклон подарки дарит все такое мне не знаю сколько лет это неважно как нам говорят у женщин спрашивают в общем алена блин феерично и громко отпраздновала свой день рождения кругу своих прекрасных друзей и знакомых и не знаю или это все просто игра на камеру но самое главное что они лорак было они лучшие подруги и на тлеяшинова само собой а вот эта новость меня очень удивило значит хакера который слил в интернет раннюю версию gta 6 часть приговорили внимание к пожизненному нахождению психиатрической больницы у 18-летнего парня из великобритании диагностированное расстройство аутистического спектра поэтому его не могут приговорить к тюремному сроку судьи пояснили что в ходе заседаний и рассмотрения дела хакер говорил о том что хочет вернуться кибер преступности как можно скорее на свободу он сможет выйти только после того как врачи признают его не опасным для общества до этого ему предписано оставаться под наблюдением медиков и если врачи поставят диагноз то он там будет пожизненно находиться а мвд россия объявила в розыск нет не алексея навального который непонятно куда исчез а соратницу алексея навального марию певчих насколько мне известно она по моему в лондоне проживает информация с данными марии певчих появилась в базе розыска мвд по какой уголовной статьи разыскивают там не уточняется да и в принципе это неважно достаточно того что она срать национального достаточно того что она против власти кремля и войны поэтому в принципе дальше уже можно ничего не объяснять на что не ищет она в лондоне живет ну слава богу уже не джамала как говорится все джамалу-то джамалу разыскивают своих ищете вопрос где навальный куда он делся так александр рога в своей передаче не в своей не знаю с другим стилистом раскрыли секрет сколько филипп киркоров ежегодно тратил на одежду до пандемии лучшие времена в общем на одежду на свои костюмы филипп киркоров у него был бюджет по крайней мере его стилист сказал 1 миллион евро в год вот такой вот выделялся бюджет на всякие наряды и костюмы для филиппа киркорова сумма конечно для меня что-то невозможное я не могу себе представить сколько это много но я не знаю насколько это в плане вот такой одежды потому что наверняка там костюмчики тоже стоят сумасшедших денег поэтому один миллион евро с одной стороны деньги сумасшедших для одежды с другой стороны зная вкусы киркорова как он любит там дольче габбана louis vuitton и всякие вот эти вот дорогие бренды но в принципе с там костюм по 20-30 тысяч что наверное это не так много или много уже запутался ребят кто тратит сколько денег в год на одежду вы вообще ведете учет и не следите за тем на что у вас будет больше всего день апрада купили 12-этажное здание на 5 авеню в нью-йорке за 425 миллионов долларов в этом здании располагается флагман бренда рада арендует его еще с 1997 года из интересного в заявлении о сделке говорится что оплата была произведена наличными без привлечения стороннего финансирования но может себе позволить компания продак так я не сильно в политику вникаю но вижу эту новость уже не первый день поэтому не мог пройти мимо екатерина дунцова появилась списке кандидатов на выборах президента россии 2024 пока что списке только нынешние так скажем вы поняли кто да не хочу даже произносить и дунцова больше никого ну я что хочу сказать насколько я понял так немножечко почитал информацию про эту женщину на так сказать новые навальный новая навальная я не знаю что с ним будет и как это все будет выглядеть мину понятное дело что она не выиграет само собой с вами знаем то выиграет можно даже не каким гадалкам экстрасенсом не обращаться а бывшая морган штарна делара поймала его на лжи как вы знаете морган штайн везде заявляет что это он открыл салон красоты для делары но оказывается это все не так и делара когда вот об этом услышала в том самом интервью собчак сделала пост я очень благодарна тебе за финансовую помощь и вклад мой салон в размере 30 процентов но зачем так врать и обесценивать чужой труд я очень долгое время откладывала деньги на свой салон и не обесценивала твой вклад сейчас я вот таких мувов вообще не понимаю с такими последствиями лучше вообще не помогать чем потом заниматься таким помыкательством к тому же обманывая но я уже говорил по поводу того что морган штат в принципе на мой субъективный взгляд некрасиво поступил не по мужски по отношению к деларе потому что он такое заявлял в интервью что он женился не по любви чуть ли она его там не заставила все в этом роде но такое конечно немножечко он лишнего говорит не надо если кто-то потерял игоря крутого вот он свеженький здоровенький бодренький все хорошо тоже на вечеринке но правда не у насти ивлеевой но к этой вечеринке мы еще сегодня вернемся нет он там среди своей тусовки поехал на вечеринку стасу михайлову в общем их там свой своя компания так что как вы видите игорь крутой цветет и пахнет находится в россии никуда не уезжал кстати никаких заявлений он не делал касательно за он или против он как-то просто живет своей жизнью и ничего не говорит но я думаю что конечно если бы он был за то он конечно бы уже где-то вы прозвучал об этом бы многие уже написали поэтому он старается видимо об этом никак не говорить в общем уходить от этой темы но мы знаем что неравнодушный товарищ бородин обязательно ему в личку тоже в мессенджере где-нибудь то напишет и призовет и потребует чтобы он тоже что-то высказал но пока что игорь крутой на вечеринке не у насти ивлеевой конечно на этой самой скандальной стаса михайлова тоже неплохо отдыхает раз мы уже говорим про вечеринку насти ивлеевой не мы еще напомню поговорим тут слава певица слова значит вышла на связь прокомментировала но я не хочу ничего тут за нее говорить лучше пусть она сама за себя скажет слова это умеет делать кстати потом она записала еще небольшое видео где сказала только не думайте что я завидую меня не пригласили меня пригласили я решила на вас нафиг я поеду на мальдивы ну и решила чем похвастаться что отправляется на мальдивы так что прямая цитата певица славы все что она думает по поводу вечеринки насти ивлеевой слушаем и комментируем ой девочки ребята шо в мире то происходит что происходит сарматат как а у нас кита ивлеевой и дальше происходит голый все голые попы голые даже носки на одном месте у кого-то как же так то как допустили то смотрите хейта пропаганду нельзя а садом хамор то можно получается что ли так а а филипка-то филипка киркоров аж с катетером на руке пришел мало ли на попу голую взглянет ой ой нехорошо станет не дай бог не дай бог артисты наши любименькие хорошенькие берегите себя шо ж такое-то ух сейчас скажут не пригласили тебя вот ты завидуешь стара да пригласили пригласили да куда уж мне я лучше тряхнув стариной на мальдивах купальники еще белишка вчера себе прикупила модного чека кэханье последняя не первая а газета new york times провела важное расследование и выяснила очень интересный момент насколько богатой была семья маккаллистера в том самом легендарном фильме один дома так вот журналисты обратились за помощью к экспертам федерального резервного банка чикаго риэлтором и другим специалистам и так шикарный дом родителей кевина расположен в элитной деревне под чикаго этот район считается одним из самых дорогих сша просто мечта для грабителей основываясь на средних доходах реальных жителей этого небольшого городка начала 90-х экономисты сделали вывод что доход семьи маккаллистера составлял примерно 305 тысяч долларов в год учитывайте что действие фильма проходило почти 25 лет назад сейчас та сумма приблизительно ну 700 тысяч долларов по всем вот этим данным издание сделала вывод что отец кевина был бизнесменом а мама модель я вот так вот они работали потому что сейчас новый тренд все пытаются разобраться кем же работали родители кевина фильме один дома и кстати я никогда в этом тоже не думал и когда увидел вот эти новости тоже задумался действительно кем они работали то как-то странно вроде так неплохо живут с размахом такой дом огромный то в пари что еще куда-то на новый год но вот так вот вот то вот вам такое расследование роберт паттисон сделал предложение своей возлюбленной суки water house которая сейчас беременна как вы знаете их первенцам с кольцом на пальце будущую маму снимали еще пару дней назад и сегодня о помолке и сообщили уже из сми в общем ребят поздравляем прекрасную молодую пару это замечательно я не знаю почему только сейчас но неважно ребенок еще не родился так что родиться их первенец уже в официальном браке а мы за них рад должен такая интересная новость которая меня немного заставила задуматься но тут наверное мне дамы помогут разобраться по не до к вам больше так сказать новый вид благотворительности от сирены уильямс кто такая сирена уильямс и надеюсь все знают это очень титулованная теннисистка так вот она пожертвовала внимание свое грудное молоко тем кто в этом нуждается получатели не будут знать от кого получено питание для малыша и вот что она говорит есть много женщин усыновивших детей и у них нет грудного молока кто-то получит молоко для супер бойца вот так она заявила она кстати недавно тоже стала мамой во второй раз чем мы поздравляем я не знаю как к этому относиться как это комментировать я не мама я не имею грудного молока поэтому в этой теме я лучше предоставлю слово вам пани вы прокомментируйте как вы к этому относитесь актера вина дизеля обвинили как вы думаете в чем да в интиме против воли называется не опять основа значит бывшая ассистентка вина дизеля аста ионасон рассказала что в 2010 году вин подверг ее всей этой грязи против ее воли она должна была незаметно вывести его через другой вход в отеле чтобы он не пересекался журналистами в этот момент он прижал ее к стене и сделал свои все грязные делишки после этого инцидента девушки сообщили что он больше не нуждается в ее услугах и вот сейчас она решила на него подать в суд и это учитывая что форсаж наверно тоже там продолжение какое-то будет поэтому не знаю сейчас будут разбирательство возможно вина дизеля тоже отменят а может быть и нет как вы думаете это правда или ложь вашей версии в любом случае надеюсь что суд разберется пока что еще ничего не ясно но будем следить за этой историей я буквально недавно говорил что блогер лерчик все там уже расплатилась все хорошо прекрасно и живет свою замечательную жизнь так сказать зарабатывает снова новый миллион оказывается не обнаружили еще немножечко неоплаченных налогов ну как немножечко 250 миллионов на минутку вот напомню что недавно и разрешили вернуться обратно в своей соцсети но вот вдруг откуда-то всплыли еще 250 миллионов но я думаю заплатят у них наверное есть день потап снова на связи как вы знаете на один из главных патриотов украины проживает в испании очень любит и и он об этом неоднократно говорила но тут недавно выпустил песню про украину презентовал композицию дочь которую он вы исполнил вместе с коллегой из группы мозги дядей воде ну в общем говорит что эта песня отображения реальных событий которые происходят сейчас я честно признаюсь не смотрел и не хочу мне после волонтера уже с меня хватит потапа чтобы он не делал мне уже это неинтересно потому что для меня этот человек мне кажется ну вот лично для меня я ничего никому не навязываю вы можете его по-прежнему любить уважать восхищаться благотворить это ваше право я у вас вы не собираюсь не отнимать и не имею на это никакого даже права но я хочу сказать от себя что для меня потап в принципе до войны не понятно что это было я не понимал этого всего феномена а сейчас так и подавно во время войны он себя проявил максимально так что нет извините но нет а что думаете ирина белых перепела свой легендарный хит песня снег помните который еще киркоров потом пел все восхищались какая прекрасная песня если хочешь идти иди если хочешь забыть забудь помните да эту песню песня действительно классная киркоров и успел хотя мне версия киркорова не нравилось я ее воспринимал только в оригинале в исполнении ирины белок она а является автором этой песни вот она перепела ее украинскую мовую я послушал мне очень понравилось так что ребята кто еще не слышал песню с ней украинскую мовую режим и слушай очень классно мне понравилось знаете я не очень всегда за то чтобы переводились какие-то песни уже старые но вот в данном случае не понравилось правда документальный фильм 20 дней в мариуполе мстислава чернова рассказывающий о первых днях войны в украине продолжает борьбу за оскар сразу в двух категориях фильм вошел шорт-лист в категориях лучше документальный фильм и лучший фильм на иностранном языке также оскаровском шорт-листе есть еще один документальный фильм о войне в украине под названием откуда куда польского режиссера мальчика хамилы номинантов объявят 23 января 2024 года вручение премии напомню запланировано на 10 марта 2024 года так что обязательно все узнаем владимир остапчук подтвердил всем очень важную информацию что он женился третий раз как мы рады за него я не хочу перечислять все его там предыдущие браки по-другому не назовешь и вообще ничего не хочу говорить вы знаете я думал может быть это у меня такое вот какое-то отвращение к этому человеку потому что он настолько неприятны вот для меня мне казалось может я так притираюсь потом узнаете стал просто так издалека заходите спрашивать тому людей потом я видел телеграм-канала где-то пользуется дату из комментарии читаю один хейт одни рыгачки я понял что я не одинок в этом это говорит о том что мы на большинство людей в этом плане сошлись он действительно неприятный человек но в любом случае я им желаю счастья как говорится совет да любовь но человек-то неприятный остапчук честное слово настолько же просто если бы у меня были тогда в тот момент яйца помидоры кирпичи я бы просто подбежал бы и швырнул бы тебе так смачненько что ты уже свалил с этой сцены и не портил настроение вот так такое отображение но не повторяйте никогда но правда на том концерте он все так отвратно вел он так пытался себя выгородить выставить свою жену какую-то там плохое он такой прям бедный несчастный так все мерзко было а мы-то пришли на концерт группы каски господи боже мой ну и вообще-то много всего он наделал короче большинство людей солидарны что этот человек не очень приятный для многих украинцев которые за границей скрываются от мобилизации нужно лишать пособий и вида на жительство тех стран где они находятся так заявил подаля насколько я знаю поинтересовался представлять мне даже пришлось поинтересоваться кто это фамилию слышал но я там путаю кто советник кто там возглавляет офис президента в общем я так понял что это советник ермака головы офиса президента зеленского вот с таким вот предложением он выступил и сказал что вот так нужно делать я собственно хочу спросить у вас особенно украинцы которые удалось уехать во время полномасштабной войны согласны ли вы с таким решением подалека но кстати я посмотрел что германия как минимум по моему сказала что они не будут никого высылать они ничего не будут подобного делать чтобы как бы там не придумывали в украине что я думаю по этому поводу я думаю что это полный бред и абсурд и вообще я так скажу если вы хотите быть примером всех своих детей в первых рядах они должны были уже данным дано быть там потому что удивительно наблюдать за тем как своих детишек родственников всех вывезли неважно куда не будем даваться в подробности абсолютно всех все живут прекрасной замечательной жизнью про коррупцию вообще молчу я думаю все так все понимают про цены сегодняшний день и все остальное но мы вспоминаем ирину сапунару и молчим молчок молчок я счастливый человек я мечтал так жить поэтому но если кроме шуток ребят я не считаю что это правильно потому что каждый живет так как хочет и каждый спасает свою жизнь вот так вернемся же к истории настя евлеева и к ее вечеринке во первых там товарищ бородин вышел на связь выкатил целое видеообращение давайте вам просто включу его послушайте кстати если вдруг кто-то не знает кто этот товарищ бородин это тот который сейчас вот выписывает кристине арбакайте и требует от нее высказываний насчет войны тот который пытался там уничтожить они лорак и многих других потом в итоге отплясывал на ее концерте но в общем неравнодушный активист я так понимаю или кто он неважно чтобы было понятно я хочу обратиться к руководителям силовых структур прежде чем министр мвд россии владимир снаночка локольцева начальнику гвд россии по москве леканда же баранова с просьбой я знаю то что сегодня будет проходить опять же это же вечеринка которую вчера устроили наши артисты с участием блогерша которая организовала анастасия являю дайте команду поручения сотрудникам мы написали обратились уже генеральную прокуратуру я знаю что обращение спустя сквам дайте команду поручения своим сотрудникам чтобы сработали на профилактическое мероприятие пусть ребята то зайдут и проведут профилактическое мероприятие как минимум всех нужно задержать доставить местное отделение полиции привести профилактическую беседу совместным журналистам чтобы они показали кто это и что это и просьба в отношении являя приведите ряд мероприятий как минимум составить административный протокол за пропаганду лгбт по возможности если там получится возбудить уголовное дело за пропаганду лгбт так как являя являясь участником и организатором данного мероприятия то что мы вчера вы видели на всю страну это дикость это дикость в первую очередь для нашего гражданского общества и целом для нашей страны сегодня специальная военная операция и я вам говорю то что сегодня наши ребята воюют не за это то что мы вчера увидели они воюют за нашу страну а то что эти люди вчера устроили с участием звезд я считаю что это дискредитация в первую очередь нашей страны и первую очередь мы должны понимать что гражданское общество на это смотрит и не понимает что это происходит центре москвы центре столицы и эти люди сегодня как-то останутся безнаказанных я прошу считайте что это мое заявление взять во внимание и провести ряд мероприятий так вот после этого оказывается у нас теперь либо было продолжение этой вечеринки на второй день то есть и силовики пришли в этот клуб где была вторая часть этой вечеринки значит они пришли кстати стоимость билета на эту часть мероприятия достигла миллиона чтобы понимали значит сотрудники прокуратуры собрали нужные материалы впустили гостей после часа ожиданий и уехали из заведения по факту проведения вечеринки проводится еще проверка также все там депутаты кто только не знаю там уже столько всех по вылазила все они начали возмущаться говорить что ивлееву нужно наказать и все такое прочее ну ребят шоу-бизнес в принципе ничего нового не сделал они всегда так себя вели вопрос только уместно ли это сейчас вот во время войны конечно же нет мы не будем забывать о том что люди оторваны от земли они в плане как эти же чиновники и бизнесмены они живут своей жизнью они знают что им вообще все это лесом полем они просто хотят веселиться пришивать удивлять ивлеева видимо хочет и не знаю постоянно всем утирать нос что она там самая крутая все такое прочее не знаю для того чтобы понять человека нужно залезть его голову это невозможно не хочу в этом разбираться но с одной стороны для меня ничего удивительного потому что они всегда были такими это не новость просто что сейчас в такое время устраивать подобное насколько это актуально не знаю так что все возмутились там кстати один рэпер которые у меня не знаю что это за рэпер вася очень воськой не знаю правильно короче помните он был на первом дне пришел на тусовку к ивлеевой в одном носке так вот в на 15 суток сейчас арестовали плюс еще штраф 200 тысяч впаяли и там что дальше будет непонятно уж и значит сходил на вечеринку к насте ивлеевой но и также сейчас будут тщательно заниматься всеми теми кто там находился всех будут выбрасывать наказывать так далее ну как всех всех кроме собчак естественно эта женщина у нас всегда неприкасаемо у нее какая-то небесная неприкосновенность но не будем в этом всем разбираться короче как то так как вы относитесь вот и к этой вечеринке видели ли вы вот это вот все что вы по этому поводу думаете пишите свои комментарии опять-таки с точки зрения шоу-бизнеса ничего удивительного потому что действительно звезды всегда эпатировали что-то такое подобное делали кринж трэш как хотите но не на то артисты клоуны в каком-то смысле шуты чтобы развлекать народ шокировать на но насколько это актуально было сегодня мне кажется нет но по крайней мере действительно могли бы хотя бы знаю журналистов не звать устроили бы закрытую вечеринку повесели бы себе как говорится все там теперь идет проверка и на лгбт и на все на свете на что-то только ой ну и напоследок наша блаженная вика цыганова нет она никого не комментировала в этот раз не переживайте все нормально вика цыганова просто сделала ролик так сказать она показала как выглядит настоящая русская женщина в общем в шубах соболях да или как там правильно сказать с бутылищем водки помидорчики красная икра отбухивают ну вот так вот вика цыганова сказала что настоящая русская женщина выглядит именно так чтоб ко мне потом претензий не было все вопросы к вики цыгановой принципе после ее откровения заявления что у нее 15 лет проблемы с головой я думаю тут как бы можно найти как врач с пациентом просто с пониманием состраданием каким-то терпением и не обижаться на человека потому что что какой в этом смысл все на этом основные новости на сегодня закончились но у нас будет как всегда рубрика добра после чего еще немного с вами поговорим поэтому не разбегаемся а перед тем как будет рубрика хорошего доброго и прекрасного я еще раз хочу всем напомнить если вдруг вы не поставили еще до сих пор лайк ну бывает забыли отошли или готовитесь там не знаю салатики нарезайте рождество все таки скоро пожалуйста сделайте это прямо сейчас и будет вам счастье таким образом и ютюбу будет хорошо а мне будет вообще в троне хорошо а если вы можете еще оформить спонсорскую подписку на этот канал я вообще вам буду безгранично благодарен большое спасибо всем спонсорам этого канала и всем всем тем кто приходит смотрит поддерживает мучается с випиеном вы на ему вернее дякую а теперь вырываемся в рубрику добра какое замечательное кафе для белок и птичек открылась недавно вы только посмотрите посадка плотная так что столик лучше заказывается ранее гляньте ребят это не фотошоп это не искусственный интеллект это действительно вот такой вот кафе под зонтиками открыли для птиц для белок в саду неравнодушные люди и как вы видите белочки и птички оценили такое все полная посадка замечательное заведение это история про этого хаски почему потому что во первых ну хаски это уникальная порода собак вообще вы знаете что они любят много побухтеть поговорить что-то порассказывать но вот этот вот сеньор итальянец он вообще любит безумно много разговаривать видимо наверное это как-то передается через кровь итальянскую на настоящий итальянский хаски понимаете просто разговаривает повторяет все фразы это невероятно сейчас просто звезда везде я не мог рассказать о нем я смотрел ролики с ним действительно ну уникальные собачки конечно пакости они делают ой 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 я помню как я гулял с хаски в приюте мама дорогая она где-то в своем мире находится но они такие интересные по-своему и очень общительные разговорчивые так что решил вас познакомить с этим сеньором красавчик а в этой истории у нас вы видите как малышка панда сделала свои первые шаги очень непросто самой встать подняться впервые но у нее все получилось путь к первым шагам был сложный долгое время на конечно пыталась сосредоточиться а потом вдруг стала шагнула но немножечко плюхнулась но потом дальше пошла так что ребята мы с вами смогли понаблюдать за первыми шагами вот этих уникальных тоже животных под названием панда какие же они милые такие же пышкой и напоследок еще одна вам хорошая история только хорошая история такое люблю вот таких вот котенка льва появились у нас на свет два мальчика одна девочка и конечно это лучший подарок для их мамочки которая была также спасена живет в заповеднике все нее прекрасно стала мамой вот таких три чудо рождения это всегда прекрасно особенно когда ты знаешь что история продолжилась не закончилась продолжилась хэппиендом на этой трогательной ноте рубрика добра на сегодня все но видео продолжается никто никуда не убегает еще немного с вами поговорим я сегодня немного такой ежик в тумане потому что я не выспался не знаю с чем это связано возможно возрастное хотя я тут недавно нашел картинку что ручка там организация он да то есть возраст и молодые по возрасту до 44 лет получается я еще молодой а проблема со сном как уже у пожилого человека ну ладно это все такое бывает такое знаете когда прям вот хочешь уснуть и не получается мне это бесит когда пытаешься лечь пораньше встать пораньше и не всегда вы можно конечно влечь и в 10 часов вечера только попробую с ней еще к 11 или к 12 начиная круто знаете млечный путь не они как это как земля вокруг солнца вот так я на этой кровати по кругу туда-сюда туда-сюда думать может подушка неудобно или еще что-то короче возрастное ну ничего страшного вообще конечно у всех сейчас ретроградной меркурии в деле я это прям заметил иначе не могу объяснить что сейчас у многих происходит прям колбасит всех не по-детски не может и конец года еще к тому же но вообще знаете я вам так скажу вот чтобы не происходило сейчас жизни какие-то там проблемы суета знаю тревожность еще что-то я хочу чтобы вот это вот все было самым плохим жизни что только может быть чтобы она осталась в этом году и в новом году этого с нами уже никогда не было я всем вам этого желаю у всех с кем я общаюсь с друзей происходит тоже какой-то апокалипсис еще один труп тоже резко ему надо было переезжать срочном порядке квартиру продали по так быстро и там прям даже не то что за две недели там прям вот за неделю предупредили продали квартиру все съезжайте ну слава богу в общем нашли квартиру съехали все хорошо но что странная да но с другой стороны знаете я всегда говорю во всем плохом нужно находить что-то хорошее в новый год в новом жилье с новыми мыслями и только с позитивом все новое поэтому прекрасно в домовом чате у нас наконец-то все успокоилось никто не ругается собачка кстати больше не лает по ночам больше не закрывают ее в ванной потому что оказывается я уже говорил если кто-то пропустил почему она лаяла потому что и закрывали в ванной и выше удивительно для меня до сих пор такой риторический вопрос пол дома не спит и слышит и люди которые в одной квартире спят как убитые надо к ним сходить спросить что они там принимают вспомнил сразу свою коллегу с работы моей первой что-то мы тоже сидели в перерыве разговаривали такой смешной момент я его никогда прям не забуду кто-то тоже жаловался постарше уснуть не может нас такая коллега люксию ой а я сплю как убитая она говорит им другая коллега а что ты как ты делаешь зарядку там не знаю там йогу нет у меня рецепт простой я пришла чекушку бахнула и сплю как убитая неплохой рецепт не ну так не надо делать конечно потому что ребят ну каждый день перед сном по чекушке даже вообще потом шутся буду поэтому они не не так не делайте но история забавная никогда не забуду просто начнут к смешно она так это все преподнесла понятное дело что она утрировала не то что там каждый не выпивала наверное она имела ввиду когда прям вообще уснуть не может тогда уже макнула все спишь но вы так не делаете планов у меня на эти выходные особых таких нет я буду работать кстати завтра тоже буду работать надеюсь что какие-то новости соберу и тоже завтра с вами встречусь поэтому я не прощаюсь до понедельника завтра тоже под сейчас особо не погуляешь не походишь нигде остается только что правильно работать кстати вот еще нужно придумать не то чтобы прям меню на новый год я понимаю что это вообще наименьшая проблема которая может только быть вот все никак не могу определиться с салатом вот хочется какой-то салат приготовить интересные вообще ничего не могу найти вот не хочется ничего заказывать это сто процентов хочется что-то самому сделать знаете как раньше в детстве дома вот это вся суета все сами готовили столы не всегда скажу прям ломились иногда бывали такие новые годы когда уже с собой ничего не было но в целом знаете вот как раньше там подготовка там прописываешь меню потом идешь магазин на рынок все это находишь покупаешь потом готовишь накрываешь прямо такая приятная суета в 12 часов все сидят за столом поднимают бокалы загадывают желания потом наши одни богатые соседи даже пускали фейерверки могли себе позволить и спасибо им за это потому что они нам тоже дарили эти эмоции радости и вообще я помню что у нас у всех соседей двери не закрывались вы знаете все к другу ходили поздравляли вообще просто заходили даже никто никому не звонил стучал с наверное люди в европе в америке которые меня слушают они там наверно перевернулись думают смысле как это просто зашли без стука но так у нас было в детстве до без стука заходили всех друг другу в гости то есть все друг друга знали двери не закрывались как-то сейчас конечно такого нет у нас другие времена соседи особо-то не здороваются ни с кем вот так вот но раньше да так было поэтому короче вот это сижу ломаю голову уже не один день и думаю какой салат приготовить потому что не хочется вот это вот все то что было уже хочется что-то новенькое интересное и не такое майонезное но и извините не травку живая то я же не козлик правильно и не будут это брокколи капусточку там какой-то не не хочется нормального салата поесть чтобы это был салат на салат похоже может быть даже с мясом но ну какой-то такой сытный но вот могу фантазии не хватает может что-то еще поищу не вы не напрягайтесь этом все не проблема это все решится все нормально просто вот что-то как-то как оказалось вроде столько всего а ничего выбрать нет я как знаете как те девушки у которых в гардеробе 8 миллионов одежд а носить нечего так и я открою интернет этих рецептов 3 миллиарда выбрать нечего я что-то выберу обязательно вот и такое все не проблем что-то поищу а может психаную холодец все сварю чуть-чуть делать больше не хватит точно не буду варить это уж слишком извините какой-то салатик хочется что-то придумаю я думаю что вы может не подскажете еще я кстати почитал спасибо кто-то утку будет запекать на не утку я не люблю кстати она слишком жирная для меня так-то мясо люблю ладно все закончили тему с едой все это решится это вообще не проблема всех у кого сегодня день народжени именины я как всегда хочу поздравить с вашим днем пожелать вам всего самого наилучшего в первую очередь любви вам настоящая взаимно искренне и не важно сколько вам лет желаю чтобы она вашей жизни была безграничного счастья крепкого здоровья вам и вашим близким благополучия достатка и вообще чтобы жизнь была в кайф в радости на позитиве и конечно же мирное небо над головой до завтра ребят пока пока